Всем добрый вечер! В эфире Медвежий угол. Вот прямо говорился с самого начала, потому что слушал, что говорит наш гость Евгений Юрьевич Спицын, который спрашивал, хорошо ли у него всё на голове, хотя, в общем, радио... Главное, чтобы в голове было хорошо, правда. Радио, и многие вообще не слышат, не видят, в общем, хороша ли прическа у гостя. Ещё раз всех приветствую в студии Андрей Медведев, Евгений Спицын наш гость, Мария Фролова и Сергей Корнеевский. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Поговорим мы сегодня вот о чём. Как известно, ну, всем приличным людям, ну, во всяком случае, последние лет 20-25 нас убеждали в следующем, что в первые дни Великой Отечественной войны, как только немцы нанесли удар, тут же Красная Армия, стало быть, раз, и побежала. Бежала она, бежала, несли советские войска, Красная Армия, в общем, ужасные потери, что отчасти правда. И первые месяцы войны в отечественной историографии как-то так стало принято в последние годы представлять, как череда совершенно бестолковых действий советского руководства, сплошные отступления. Ну, и, конечно же, если и случались какие-то обратные процессы, то есть, всё-таки могли гнать немцев назад границы, то происходило это исключительно путём выставления чудовищных заградотрядов, а, соответственно, штрафникам раздавали черенки от лопат, и они вот в таком виде шли в атаку и черенками от лопат забивали немецких танкистов насмерть. В танках, причём внутри. Что, оказывается, немецкие лётчики, почему они совершали такое огромное количество боевых вылетов, которые, вот, иногда говорят, они не могли столько совершать боевых вылетов. Нет, они их совершали, потому что просто они перелетали с одного участка на другой участок фронта. Самолётов, истребительной авиации у немцев не хватало. Дивизии, которые были сконцентрированы вокруг Москвы, были укомплектованы техникой, допустим, танками, да, на 10-20%. Отсюда возникает вполне логичный вопрос. Кто же сделал так, что немцы понесли такие серьёзные потери, если Красная Армия, как утверждают многие историки, только отступала, отступала, отступала и больше ничего не делала? Как на самом деле всё происходило в первые месяцы войны, безусловно, трагически и, безусловно, наполнены очень серьёзными потерями, мы сегодня с Евгением Спицыным и поговорим. Наш смс-портал 5533 в начале сообщения слова «Вести» и номер для сообщений через WhatsApp 8903-170-63-63. Евгений Юрьевич, ну, насколько я понимаю, поправь меня, если я ошибаюсь, действительно потери были, действительно оказалось, что армия не отвечала на немецкие атаки довольно долгие, было потеряно большое количество самолётов, скажем, на аэродромах, но это всё-таки в первую очередь касалось западного военного округа. То есть ничего похожего на финской границе или на Челноморском флоте не было? Нет, 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 конечно. Как всё-таки выглядело? Ну, во-первых, начнём с того, что сталинское руководство как раз и не скрывало катастрофическую ситуацию на фронте в 1941-1942 годах. Даже вспоминать о знаменитой сталинский тост за русский народ, где он сказал, что у нас в 1941-1942 году был период отчаянного положения, что любой другой народ мог сказать советскому правительству, уходите, вы не оправдали наших надежд, мы изберём себе другое правительство, которое заключит с немцами мир и даст нам покой, так сказать, и процветание. Поэтому это всё, конечно, байки о том, что, дескать, советская историография, вот, условно её назовём, катастрофа 1941 года каким-то образом мякишировалась. Хотя, действительно, 1941... Нет, я в данном случае говорю о постсоветской, вот, из реографии 90-х годов, тут другая гиперболизация случилась. Ну, тут, да, да, постсоветская, конечно, вышло огромное количество работ, начиная с, значит, омерзительных книжонок того же Резуна, значит, потом Соколова, затем тут добавился целый сон там авторов типа Слонима и так далее, и так далее. Ой, Солонина, вернее, Марика Солонина там и так далее, и так далее. Значит, на самом деле ситуация на фронте как выглядела? Значит, я напомню просто диспозицию, да? По плану Барбаросса против Советского Союза было сформировано три крупных группы войск. Это группа армий «Центр», группа армий «Север» и группа армий «Юг». Значит, группа армий «Центр» была нацелена на Москву, группа армий «Север» на Ленинград и группа армий «Юг» на Киев. Ну, я не буду сейчас оперировать цифрами, там достаточно хорошо эта информация известна. Можно и в энциклопедии посмотреть, и в ту же Википедию залезть и так далее. Значит, правда, надо сказать, что в науке, в исторической существуют спорные, так сказать, вопросы, связанные с численностью группировок как немецких, так и советских войск. Причем, если немецких войск была, ну, примерно там, так сказать, найдена какая-то золотая середина, то относительно советских войск на западной границе до сих пор существует довольно серьезное разногласие. Если вы посмотрите там, например, работы того же Мельтюхова, это вот современный историк Михаил Мельтюхов, то он там значительно превышает численность советских войск на западной границе относительно той численности, которая была принята вообще в нашей историографии. Вот. Значит, теперь то, что касается начала боевых действий на западной границе СССР, от Черного моря до Балтики. Конечно, флот, и это все признают, был подготовлен к войне лучше с точки зрения готовности к вот внезапности нападения немцев на флот. Да. Дело в том, что все-таки флот, он тогда не входил в систему наркомата обороны, это был отдельный наркомат военно-морского флота, его возглавлял, ну, знаменитый наш советский флотоводец Николай Герасимович Кузнецов. Так сказать, сталинский любимец, но относительный сталинский любимец, который потом дважды от него же и... Получал. Да, получал и попадал в опалу, да? Вплоть до снижения воинского звания. Он же был первым адмиралом флота Советского Союза, то есть это высшее воинское звание на флоте. То, что касается сухопутных войск, то здесь ситуация была такая. Как только началась война, выходит указ Президентно-Верховного Совета СССР о мобилизации и о формировании на базе западных военных округов фронтовых группировок. Значит, Киевский особый военный округ – это Юго-Западный фронт, затем Белорусский особый военный округ – это Западный фронт, дальше Прибалтийский военный округ – Северо-Западный фронт, ну и так далее. Значит, где развернулся основные события первых дней войны? Это, безусловно, Западный, Юго-Западный и Северо-Западные фронты. Кто ими командовал? Западным фронтом – Дмитрий Григорьевич Павлов, генерал армии. Потом расстрелянный. Который был потом расстрелян, да-да. Как раз его обвинили в развале фронта и вместе с другими генералами. Готовность к войне ведь там еще была. Ну, там целый ряд. Халатность, неисполнение своих должностных обязанностей. Да-да, там целый ряд было обвинений и так далее. Но прежде всего вот такой термин был использован. Развал фронта, понимаете, как таковой. То есть неспособность управлять фронтом в период войны. Хотя следует заметить, что, помните, если вот кто-то читал знаменитые мемуары Жукова, он там подробно описывал вот эту предвоенную игру в генштабе «Синих и красных», где как раз Жуков и Павлов как бы имитировали вот события возможной войны с фашистской Германией. И где Жуков во время этой игры, значит, надавал, что называется, люлей генералу Павлову и показал ему, каким образом немцы будут действовать, в том числе с Белостокского выступа и так далее, и так далее. Ведь там что на самом деле произошло? А там фактически у самой границы, в районе того же Кобрина, Белостока и так далее, наши армии, целые армии попали в окружение. То есть фактически, что такое армия в окружении? Армия, которая теряет, значит, все нити управления, связи с командованием фронта, ну и так далее, и так далее. То есть понятно, да? А это же десятки, даже, наверное, сотни тысяч человек в окружении. Ну, слушайте, ну по штатному расписанию дивизия, это там плюс-минус 15 тысяч солдат, да? Если это армия, ну это обычно там три дивизии, ну в среднем, да? А плюс обеспечения? Ну да, да. Численность армии, вот в начальный период войны, это порядка 50 тысяч человек. Евгений Юрьевич, а вот такой вопрос, очень интересный. Почему, скажем, допустим, штаб ВВС Одесского военного округа, 21 июня, привел авиационные части в боевую готовность, и 22 июня, собственно, да, они потеряли всего 6 самолетов, и тут же начали отвечать на налеты немецкой авиации. Почему того же не случилось у Павлова? Ну вот опять-таки об этом речь. Дело в том, что вот в последнее время вышло несколько книг, в частности, того же Мартиросяна, если вы знаете такого, да, военного историка, где он пытается доказать, что вообще существовал некий военный заговор, и произошло вообще предательство со стороны высшего генералитета. Ну, то есть части генералитета, правильно? Да, он вообще обвиняет весь генералитет, в том числе наркома обороны Тимошенко и начальника генерального штаба Жукова, понимаете? Вот. Я эту книгу читал, меня, честно говоря, не очень убедили его эти аргументы, на самом деле. Я не думаю, что речь шла о предательстве. Итак, начнем с того, что война, тем более такая война, это испытание, и не все это испытание проходит, что называется, достойно, понимаете? Павлов был хорош в Испании. Танкист, герой и так далее, и так далее. А в качестве командующего фронта он оказался просто неудел. Ведь война... То есть просто не его уровень. Это не его уровень, конечно. Но его реабилитировали ведь потом. Ну, при Хрущеве вообще таких фигур, как Павлов, их всех реабилитировали чехом, особо не разбираясь в существе самого дела, поскольку надо было очередной ушат грязи вылить на товарища Сталина. Вот и все. Кто там особо разбирался по делу Павлова? Я, например, считаю, что он был осужден по делу. Вы понимаете, в условиях мирного времени он, может быть, получил там десятку, условно говоря, да, за развал фронта. В условиях начала войны, когда фактически фронт развален, когда 29 июня, извините, в ночь с 28 на 29 июня немцы берут Минск, столицу Советской Белоруссии. Чтобы вы немножко понимали, да, например, тот же Киев, где немцы потом окружили значительную группировку наших войск, они взяли только 19 сентября. Да, они Львов быстро взяли, но вот тот же Гальдер в военном дневнике, например, очень подробно описывает, что как раз в той части страны, которая принято называть Западной Украиной, я не очень люблю эту терминологию, я больше люблю Прикорпатскую Русь, ну, в общем, неважно. Западные границы СССР. Западные границы СССР. Юго-западные. Да, что там сопротивление было очень ожесточённым, и да, с одной стороны немцы захватывали целёхонькими склады вооружения, с другой стороны советские войска, Красная Армия, наносила контрудар, и они наносились 28 июня. Да, знаменитый вот этот Луцкий контрудар. Да, Луцкий контрудар. Да, тут даже, ведь дело в том, что когда началась война, Сталин послал на фронт в качестве представителей Ставки, а Ставка была создана уже 23-го числа, и тогда, значит, руководителем Ставки был Тимошенко, потому что по положению Совет обороны возглавлял Тимошенко, и Ставку на случай войны должен был возглавлять Нарком обороны. Это потом уже в июле, там сначала 8-го, потом 19-го июля Сталин занял пост, значит, председателя Ставки, потом стал верховным главнокомандующим, а потом и Народным комиссаром обороны. То есть он сконцентрировал в своих руках всю полноту власти. Но вот первый период войны, вот эти первые 2-3 недели войны, фактически высшим военным руководителем был Тимошенко. Так вот, на фронт были посланы, на тот же Западный фронт, например, был послан Кулик и Шапошников, тогдашний начальник генерального штаба, но он тяжело болел. Кулик это начальник главного артиллерийского управления Красной армии, зам Нарком обороны. А на юго-западный фронт был послан начальник генерального штаба Жуков. Кстати, под его руководством там и были организованы вот эти вот контрудары по группе армий Юг, значит, Тронштета, для которого удары эти оказались, ну, совершенно неожиданными. Они же привыкли, так сказать, парадным маршем ходить по столицам Европы, вот, и так далее, и так далее. Здесь такое ожесточенное сопротивление. Причем и на уровне границы, и на уровне уже, там, кстати, в этих контрударах отличился никто иной, как Константин Константинович Рокоссовский. Он тогда был командиром 9-го мехкорпуса, и тогда он служил еще в Киевском особом военном округе. Вот. И там немцы довольно встретили уже... Это уже Рокоссовский отсидевший. Да, это естественно, уже отсидевший, вернувшийся в армию, вот, значит, получивший под командование механизированный корпус. То есть, это по тем временам, это довольно внушительная сила, в которой находились, в том числе, и танки. И, значит, и ведь немцы взяли Киев только 19 сентября, я повторяю. А когда... А Минск пал, то есть, буквально через неделю прошла с начала войны. Почему, кстати, у Сталина с высшим генералитетом и произошел вот этот вот конфликт, после которого Сталин впал вот в так называемую депрессию. У нас говорят, что, дескать, он впал в депрессию с момента начала войны, неделю никого не принимал и так далее. Да, неделю никого не принимал, лежал на диване. Но это мифология Хрущевского 20-го съезда. Это мифология не про... Впал в депрессию и планировал операции военные поглобусы. Это не только... Вот возьмет товарища, как говорил Хрущев, и давай, значит, там по нему. Да, я тебе больше скажу, возьми мемуары Хрущева и Микояна, и там это ложь. Причем эта ложь, она такая живописная, на много страниц, где пишется о том, в каком паническом состоянии оказался Сталин и так далее. Главное... Хотя он мал учета посетителей, который сохранился, и можно посмотреть, что происходит 22-го числа. То есть не лежал на диване. Да нет, у него посетители каждый час. Не взапертись, я делал. И это разные люди. 22-го, 23-го, 24-го. Но, что удивительно, у него постоянно то военное руководство, то, собственно, министр, отвечающий за правду. Да, тут не выходили члены полетбюро, там, наркомы и так далее, и так далее. Вот. Это причем фиксировались в основном такие люди, ну, довольно высоких государственных рангов, постов. А мы же не знаем о том, кого он принимал в личном плане, помимо вот тех самых людей, которые указаны в этом журнале. Это специально было создано. Значит, вот это очередная... Очередной миф, как бы, о тирании Сталина, который был трусом, подлецом, негодяем, который, значит, бросил страну в самую тяжелую, в самую руковую минуту ее жизни. Но все средства хороши. Хотя документально это четко... Да, у Сталина был вот этот один день, вот, условно говоря, 29-го, 30-го числа, между вот таким жестким разговором с Тимошенко и Жуковым в наркомате обороны, когда он, узнав о сдаче Минска, поехал для серьезного разговора с ними, и 30-м числом, когда к нему на дачу приехали несколько членов политбюро, включая, значит, Молотова, Ворошилова, Берия, Маленкова и так далее. И там Маленков сохранился этот документ в архиве, я вот, кстати, в своей пятой книге привожу как раз автограф этого документа, от руки там написано постановление о создании Государственного комитета обороны, высшего вне конституционного органа управления стороной на период войны. И там синим карандашом, а Сталин, как правило, правки вносил синим карандашом, были внесены правки. И определен там персональный состав этого комитета, первоначально это 5 человек. Сталин председатель, Молотов его заместитель, маршал Ворошилов, Лаврентий Берия и Георгий Маленков. Вот 5 членов, которые вошли в этот высший государственный орган. Теперь дальше ситуация, например, на северо-западном фронте. Тогда возглавляли... Присталили Кольский мост. Да, ну Прибалтика, Прибалтика и так далее. Тогда, в первый период войны, его возглавлял Кузнецов, генерал Кузнецов, генерал-полковник. Там же тоже ситуация не складывалась так катастрофически, как это представляется многим. Там тоже шли тяжелые оборонительные бои, и немцы Калининграда, извините, подползли когда? Тоже только к началу сентября. Понимаете? Да, несмотря на то, что Прибалтика считает... Ну, как теперь принято в Прибалтике рассказывать, что все только и мечтали, когда же кто-нибудь их освободит от гнета большевиков, нельзя забывать, что изрядное количество и латышей, и эстонцев, и литовцев, которые были совершенно идейными, коммунистами... Да воевали, да не просто идейными, а просто пролетариат, прибалтийский пролетариат. Он же прекрасно понимал, он же жил в условиях этих буржуазных квази-государств. Там уровень эксплуатации и фшизации, извините, был такой, что мама не горит. При Ульманисе, например. Да, при том же Ульманисе, абсолютно. Хотя тут же, как считается диктатор Карлис Ульманис, он русские школы в Латвии не закрывал, в отличие от сегодняшнего либерально-прогрессивного европейского руководства. Да, ну так оно поэтому и либеральное, поэтому и прогрессивное. У них, значит, русофобия, это можно ставить знак равенства между понятием прогрессивности и русофобии. Это для теперешнего евро... Вот сейчас в Австрии, например, побеждал-побеждал этот лидер националистической австрийской партии, отрыв 4%, и вдруг подсчитали голоса по почте. Мамма миа! И он проиграл. Понимаете, это вот западная демократия. Самая фальшивая, самая лживая, самая... Не волнуйся, виноват всё равно во всём будет Путин, Россия и лживые путинские пропагандисты. А как без него, конечно. Ведь на Кольском полуострове, в Карелии, где точно так же было наступление в направлении Финны, где наносили удар на Ленинград, там ведь тоже не было такой катастрофы, как на Западной Демократии. Да, да. Но дело в том, что мы же, вот, кстати, надо понимать, вот, кстати, стратегическое мышление Сталина, вот, ведь перед Великой Отечественной войной у нас была советско-финская война, и он прекрасно понимал, что когда начнётся война против СССР, удар, в первую очередь, будет нанесён по Ленинграду. Поэтому жизненно необходимо было отодвинуть нашу границу там, в Карелии, к Выборгу, то есть за Выборг, условно говоря, да. Потому что, если посмотреть на карту, например, Советского Союза границ 40-го года, то вы увидите, что финская граница буквально вплотную подходила к северу, с севера к Ленинграду. Катастрофической ситуации этого допустить было никоим образом нельзя. И теперь выясняется, что наша победа в Советско-финской войне, она во многом способствовала тому, что Ленинград выстоял. Да, он попал в блокаду, но он выстоял. Ну, вот ты говоришь, Евгений Юрьевич, о победе в Советско-финской войне. Ведь, между тем, 20 лет, начиная вот с перестройки, убеждали нас в том, что никакая это была не победа, что это проигранная, позорная, бессмысленная война. Ну, да. Который, в общем, ее назвал незнаменитая. Незнаменитая, да. Ну, и это термин. И вообще ведь рассказывали 20 лет о том, что огромная военная машина навалилась на маленькую страну и ничего толком не добилась. Вот как. Да какая там огромная военная машина. Там вообще сначала вообще хотели проводить армейскую операцию. Вот. Потом, когда неудачи были на линии Маннергейма, ну, как бы командование Красной Армии, в том числе Генштаб, они немножко не рассчитали свои силы. Пришлось перестраивать на ходу план. Вот. Создавать Ленинградский фронт. Вот тогда, ну, там мы эту задачу решили. Да, финская война хорошим уроком бы она была. Но Сталин, между прочим, сделал тут же выводы из этой войны. Он не стал, так сказать, по головке гладить и не говорить о том, что как у нас хорошо работает правительство. Он отправил в отставку наркома обороны Клима Ворошилова своего старинного друга, с которым он прошел огонь, воду и медные трубы. Понимаешь? Человек, с которым они познакомились еще в начале 20 века, по-моему, на третьем съезде РСДРП, с которым он прошел гражданскую войну, с которым он рука об руку прошел все вот эти вот внутрипартийные дискуссии. Ворошилов в данном случае был ему верной опорой. Человек, кстати, который создавал Красную Армию. Давайте так уж. Сталин же не держал у нас вокруг себя дураков, понимаете? Ну, кстати, Гальдер тот же в своих военных дневниках к Ворошилову, он, в отличие от советских, от позднесоветских и пересрочных историков, не высмеивал Ворошилова. Да. Он его считал довольно, может быть, таким... Своебрасным? Ну, как бы это сказать... Старомодным. Старомодным. Представителем старой военной школы. Да, школы. Но он считал его, тем не менее, опасным противником. Да. Нет, нет, я вам про... И группировка, которой командовал Ворошилов на брянском направлении, ее окружить-то не смогли? Так нет, я вам больше скажу. Сейчас есть историки, например, тот же Юрий Николаевич Жуков, который говорит о том, что... Ведь, посмотрите, я просто вот опять-таки про начало войны. У нас мало кто знает об этом. Ведь когда немцы подошли фактически к Ленинграду, еще вот воевали в Прибалтике, там 8-я армия Щербакова держала оборону вот на западных рубежах, на поступах к Питеру. Потом там вот на Уридском направлении 42-я армия стояла, ну и так далее, и так далее. Ведь между Ждановым и Кузнецовым возник острый конфликт. Значит, Жданов Андрей Александрович, это первый секретарь Ленинградского обкома партии, член Политбюро. И молодой первый секретарь Ленинградского горкома партии Кузнецов. Жданов ведь сказал, что возникла реальная угроза, что немцы, значит, возьмут Ленинград в блокаду. Сдавать мы его не будем. Но надо сейчас, в срочном порядке, эвакуировать как можно больше жителей Ленинграда из города, прежде всего детей и женщин. И большую часть заводов непрофильного уровня. То есть оставить оборонные заводы, оставить какие-то ткацкие предприятия, производство хлеба, ну и так далее, и так далее. А большую часть их эвакуировать. Ведь Кузнецов сказал нет. Он заверил Сталину, что не надо проводить эвакуацию. Мы все сделаем. Так, на новости, да? Да, сейчас перерываемся на новости. 5533 в начале сообщения слова Вести. 8903-170-6363. Это наш WhatsApp. В гостях у нас историк Евгений Спицын. Говорим мы о том, как начиналась война. И действительно ли она начиналась столь катастрофично и столь безопасно для немцев, как нас обычно в этом пытаются убеждать. После новостей еще поотвещаем на вопросы. Продолжаем наш разговор с историком Евгением Спицыным. Несколько вопросов, на которые, видимо, необходимо ответить. В хамском тоне написано вопрос. Ну, озвучу. Невреведущий. Невреведущий. Мой дед погиб на западе Смоленской области в августе 41-го. Сочувствую. В последнем письме писал у нас одна винтовка на 7 человек. Да, воевали черенками от лопат. Слабо озвучить. Вот я прям представляю, как военная цензура пропускала через... Прямо совершенно спокойно просматривала письма. И потом отправляла дальше по адресату письмо о том, что воюем черенками от лопат. У нас одна винтовка на 7. Ну, это вот как... Сомневаюсь. Тоже хороший вопрос. Это я прошу прощения. Это опять вот из области мифологии. Из области мифологии тоже самое. И еще вопрос. Скажите, правда ли, что советские десантники должны были высадиться на территорию Европы до начала Великой Отечественной войны? И вся армия была настроена на атаку, а не на защиту. Это, собственно, та мифология, которую создавал Суворову Резуну. Спасибо другим псевдоисторикам. Да, ну я сейчас коротко отвечу. Которые, собственно, сочинили вот эту теорию о том, что Сталин был настолько ужасный, что он сам хотел напасть на Европу. И европейцы, цивильные, несчастные, они были просто вынуждены. Ну да, да, да. Гитлер был просто вынужден защищаться и напасть на Европу. Да, вынужденный акт, так сказать, вынужденной агрессии. Ну, я сразу начну со второго вопроса, чтобы было понятно. Значит, смотрите. Да, действительно, вот эта вот мифология, она рождена была, ну, трудами их трудно назвать, княжонками Суворова. К сожалению, многие поддались вот этой вот лживой пропаганде, такой, ну, совершенно, я даже не знаю, ну, приличного слова трудно подобрать вот в оценке этих трудов. Значит, теперь, что касается существа вопроса. У нас вообще была практика в Генеральном штабе составления двух планов. Это так называемый мобилизационный план на случай войны и план стратегического развертывания войск. Который в том числе предусматривал и наступательные действия в ответ на агрессию противника. Поэтому ничего удивительного в том, что такой план существовал. План, на который ссылается Суворов, который, дескать, завизировал Сталин 15 мая 41-го года, где предполагалось, что 6 июля, значит, советские войска перейдут советско-германскую границу и двинут свои танки, кавалерийские части и пехоту, значит, до Ла-Манша. Все это, конечно, ерунда полная. А практика эта существовала. И сейчас такая практика существует. Ну, естественно, она модернизируется. Значит, причем тот вот, кстати, первоначальный план мобилизационный и план стратегического развертывания войск, он Сталин-то как раз не удовлетворил. И он дал указание Генерального штаба этот план переработать. И он перерабатывался под руководством Жукова. Поэтому эта ссылка на то, что существовал такой план, она сама по себе как бы абсурдна, потому что любой генеральный штаб, адекватный генеральный штаб, обязан составлять подобного рода планы. То есть планы стратегического развертывания войск и планы мобилизационные. Вот и все. Теперь то, что касается черенками от лопат. Значит, ну сейчас... Стратегия от лопат или одна винтовка на пятерых? Или одна винтовка на пятерых. Значит, откуда этот миф вообще? Откуда? Значит, на самом деле у нас строевые части рабочей крестьянской Красной Армии были более чем обеспечены и военной техникой, и вооружением. У нас действительно возник, значит, ну дефицит стрелкового, я подчеркиваю, стрелкового оружия вот в октябре, где-то в ноябре 41-го года, примерно полтора месяца, когда сложилась критическая ситуация в московской битве и когда формировались так называемые дивизии народного ополчения из москвичей. Вот там первоначальным мобилизационным планом создание этих дивизий не предусматривалось. И действительно, первоначально вот эти бойцы этих, значит, дивизий народного ополчения, они были вооружены не очень плохо, не очень хорошо. Но потом эта проблема была быстро решена. У нас же уже в конце 41-го года экономика заработала в таком обновленном как бы режиме. На военные рельсы. Она фактически была уже поставлена крепко, а к середине 42-го года мы уже фактически вот этот вот кризис, связанный с потерей огромных территорий, с потерей большого количества рабочей силы, потерей довольно большого количества заводов, мы его восполнили. И потом только наращивали, наращивали, наращивали. Ведь надо же прекрасно понимать, что героический подвиг советских солдат на фронте, гений советских полководцев, они бы ничего не значили, если бы наша военная промышленность и наше сельское хозяйство не обеспечили в полной мере воюющую армию. Хорошие вопросы по поводу Финляндии. Первый вопрос по-вашему, то есть ситуация предвоенная, периода 39-40-го года, это повод атаковать ни в чем не повинную Финляндию? Ах, ни в чем не повинную, но понятно. Да, ну не важно, что они летали, что они свастики нарисовали. Да, 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 потому что там режим был профашистским энергиям. Это все не незначение. Мне кажется, повод даже и без этого, потому что это безопасность государства. Ну конечно, нет, Польша такая же была, они все невинные, они все были невинные, все при этом присягнули, наверное, с Гитлеру, но все они были невинные, понимаете? Сейчас все находятся под пятой фашистского режима в США, но все они невинные. Потом будут говорить, а мы нет, мы сопротивлялись, понимаете? Ну молча, сопротивлялись. Да, какое НАТО? Нет-нет, Польша будет говорить, да о чем вы говорите? Когда будет в Варшаве сидеть русский генерал-губернатор, они скажут, да нет-нет, но мы сразу будем, мы вообще на стороне русских. И при Балске, когда будет сидеть в Вендацке там генерал-губернатор, они то же самое скажут. Вот, ничего подобного, у них какая-то не была миролюбивая страна. Они для чего строили линию Маннергейма? Просто так, что ли? Ну, рассказывают же, что для обороны от кровавого советского режима. Да, ну конечно, да, от кровавого советского режима. А где была Финляндия, между прочим? Они не хотят вспомнить о том, что Финляндия была вообще в составе Швеции? И что там вытворяли шведы до тех пор, пока Финляндия не вошла в состав Российской империи? У нас Финляндия в составе России была чуть больше ста лет. Мы сразу ей, условно говоря, даровали это. Но она даже в составе Российской империи, у Финляндии был свой сейм, своя полиция, своя экстерриториальность, своя денежная единица. Они как сыр в масле катались. Вы посмотрите, приезжайте в Хельсинки, самый замечательный памятник в центре Хельсинки, это собор Александра Невского. У них до сих пор стоит памятник Александру Второму, потому что финны, они прекрасно знают вообще, что им дала Россия, и чего достигли финны в составе Российской империи. Так что давайте не будем. На самом деле большой вопрос, все-таки, кто стоял за Маннергеймом в 1938-1939 году больше, Гитлер или американцы с англичанами? Там англичане тоже подлили масло в огонь. Надо же понимать, что вообще советско-финская война во многом была спровоцирована англичанами. Они же, смотрите, что делали англичане, они всячески пытались прощупать, что называется Советский Союз. И его со всех этих, по всему периметру границ, что называется это. О, и когда началась Советско-финская война, кто выступил с инициативой исключения Советского Союза из Лиги Наций? Британия. А кто стал обсуждать вопрос, не получится ли сейчас под шумок отобрать бакинские нефтепромыслы? То же самое. Британия с Францией. Так нет, а вот я вам просто... Наши старые друзья. Так нет, послушай, вот вам еще, пожалуйста, пример. У нас тоже мало кто об этом знает. Когда был подписан Мюнхенский договор... 1938 года. Да, 30 сентября 1938 года, в этот же день, об этом мало кто знает, Гитлер и Чимберлен подписали пакт о ненападении. Понимаете? И когда Гитлер напал 1 сентября 1939 года, то есть ровно через год, на Польшу, кто нарушил пакт о ненападении? Гитлер? Нет. Кто объявил войну Германии? Великобритания. Извините, тогда кто несет ответственность за развязывание Второй мировой войны? Они объявили войну Гитлеру 3 сентября. А советские войска начали западный поход на наши исторические земли только 17 сентября, когда польского правительства уже не было и в помине, когда Польша как государство перестала существовать. Ну, потом, когда англичанам стало выгодно, это польское правительство всплыло в Лондоне. В Лондоне, ну, естественно, да. Они сначала бежали в Румынию. Что на самом деле немцы, точнее финны не поддержали немцев в блокаде. Как я слышал Маннергеяма, ответил им, что они отвоевали исторические финские территории. Серьезно? Серьезно? А кто же тогда стоял по реке Сестре? Да как об этом и речь. Как же тогда, почему же тогда дорогу жизни пришлось прокладывать через Ладогу? Кто же блокировал тогда город Ленинград с северо-запада? Да. С севера и с запада. Неужели это были не финны? Да, да. Самые, что на есть финны. Так больше тебе скажу. Пускай люди почитают мемуары и скажут о том, кто вообще с юга стоял под Ленинградом. Я сам об этом узнал лет 10 назад и удивился. Тот же Новгород, например. Кто грабил Новгород? Испанцы. Испанцы. Понимаете? Спасы на нередице и так далее, и так далее. Вопрос про блокадный Ленинград. Жданов не отказывался эшелоны с продуктами принимать? Спрашивает Дмитрий. Ну, это примерно то же самое, что Жданов еще и пирожное ел. Ой, это, слушайте, о том, что Жданов сидел. Во-первых, этот человек был тяжело болен. Он был сердечником и диабетиком и так далее. Вот. Ведь все это сказки о том, что он ел там в подвалах Смольного, значит, рябчиков, там, ананаса и так далее. На самом деле, честно говоря, партийный руководство, конечно, питалось лучше. Это мерзость, конечно. Но они питались обычной гречневой кашей, там, тушенкой, как и бойцы на том же фронте. Понимаете? Ну, а по поводу железной дороги, ну, когда город попал... Самая тяжелая зима, это была зима 41-42-го годов. Были разгромлены Бадаевские продовольственные склады, дорога жизни, как таковая, еще не была налажена. Значит, кольцо блокады было полностью сомкнуто. Ведь Жуков не решил главную задачу. Ведь его Сталин для чего посылал на фронт? Он же его посылал не просто остановить гитлеровца под Ленинградом. Он, значит, посылал его на фронт, чтобы он не допустил блокады. Но ему не удалось это сделать. Кто там такую, ну, паскудную роль сыграл? Кстати, тот же самый маршал Кулик, который командовал 42-й армией, который не выполнил указания Жукова по прорыву вот кольца блокады в районе МГИ. Почему Сталин был настолько вообще зол? Он там Кулика разжаловал чуть ли не до генерала-майора и до конца войны держал его там на привязи с маршала до генерала-майора, понимаете? Вот вам тоже проверка войны. Вот вам, казалось бы, вот Павлов номер два. И таких военачальников было полным-полно. Война стала таким вот, ну, условно говоря, экзаменом. Да, ну, да, да, да. А у нас сейчас новости. Экзаменом вот на пропригодность. Продолжаем наш разговор с историком Евгением Спицыным. Хороший вопрос от Марины из Москвы. С чем все-таки связано с отступлением армии в 41-м, 42-м годах сдачей рубежей? Почему перелом произошел только в 43-м? Тоже отчасти мифологичное. Но, не менее, перелом, в общем, конечно, случился уже в конце 42-го. Да нет, перелом случился раньше. Давайте так, начнем. Значит, много разных объяснений. Но вот, мне кажется, Жуков был прав, когда он в своих мемуарах писал, что для нас, он говорит, та трактовка внезапности, как ее трактовал Старин и потом советские историки, на его взгляд, была неверной. Он-то считал, что главная ошибка военного и политического руководства, но прежде всего военного руководства, состояла в том, что они не смогли определить, значит, уровень концентрации, масштаб концентрации немецких войск на главных ударных направлениях. Там, где превосходство немцев в живой силе и технике составляло 6-8-10 раз. А ведь немцы действовали как? Они наносили фронтальный удар, то есть пробивали оборонного врага, потом, ну, часть войск на окружение противника, а остальные, что называется, вперед. То есть вот была такая тактика. Это тактика так называемого Блицкрига. Блицкрига, да. Гитлер же прекрасно понимал, что на войну с Советским Союзом надо 3, максимум 4 месяца, до зимы. Если не успеем, то все. Ну и не успели. Теперь то, что касается перелома в войне. Конечно, перелом в войне, он наступил в битве под Москвой. Это признают все. Значит, если не в Великой Отечественной, то как минимум во Второй мировой войне перелом датируют именно Московской битвой. То есть победой советских войск под Москвой. Это действительно было первое крупное поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне. То есть война шла больше двух лет. А победным маршем гитлеровский вермахт прошагал по столицам Европы. Реально кто оказывал сопротивление? Только Югославия. И то это на уровне партизанского движения. Государственного сопротивления там не было, да. Ну и Британия. Но это же понятно, что там были только воздушные бои. И не более того. Британцы, как всегда, свою сухоподную армию на европейский континент не посылали, предпочитая воевать с немцами руками своих союзников. Вот, кстати, о воздушных боях и о потерях ВВС Германии, о потерях Люфтваффе, очень интересные цифры есть. Значит, с 22 июня с утра по 31 декабря 1941 года, это по немецким данным, боевые потери немецкой авиации Люфтваффе составили на Восточном фронте, исключительно на Восточном фронте. — 3827 самолетов. — О, ничего себе. — Отсюда вопрос. Если, как нас убеждают, армия бежала, вся-вся-вся авиация была уничтожена на аэродромах, хотя действительно, в первый день было потеряно около 1200 самолетов, из них 800 на аэродромах. Это советская статистика, с этим никто не спорит. — Кадровый корпус офицерский был перебит. — Перебит. Вопрос, кто сбил 3827 немецких самолетов? Неужели они упали сами? — Да нет, конечно, зенитная артиллерия, наша авиация и так далее. Мы с каждым днем, с каждым месяцем учились воевать. Надо же понимать, что немецкая армия воевала уже де-факто с 38-го года. — А летчики с 36-го? — Да, еще раньше, в Испании. То есть у них за плечами был огромный опыт ведения боевых действий. Армия была отмобилизована, экономика была отмобилизована. Но потом вы не забывайте, ведь мы столкнулись не просто с Гитлером, а с коллективной Европой. На гитлеровскую военную машину работала экономика всей Европы. И не только, между прочим, Европы, но и Америки, и Англии. Не забывайте, венесуальскую нефть. Кто гнал Гитлеру на его нефтеперерабатывающие заводы? — А как восторгался Гитлером Генри Форд? — Да, Генри Форд и так далее. — А почему союзники не бомбили заводы Круппа? — Да. — Потому что там были акции американских и английских инвестбанкиров. — А почему, кстати, тот же Шахт, министр, министр экономики, так легко отделался на Нюрнбергском процессе? А после, значит, уже в конце 40-х годов основал один из крупнейших немецких банков, который быстро овладел, так сказать, довольно большим таким уставным капиталом и начал свои щупальца запускать во всю европейскую экономику. Понимаете? Так что все это шито белыми нитками, и мы прекрасно знаем, кто создавал Гитлера, для чего его создавали, и кто его направлял на восток, то есть на войну против СССР, на уничтожение СССР. Поэтому здесь совершенно очевидно, что советский народ сыграл исключительно важную роль в победе, и первые ощутимые удары по гитлеровской армии были нанесены именно на Восточном фронте. Московская битва — раз, потом, безусловно, сражение на Кавказе и Сталинградская битва — два, и, наконец, как завершающий этап коренного перелома в войне, когда стратегическая инициатива полностью переходит в руки советского командования, это Курская битва и сокрушение Восточного вала на Украине и взятие Киева. Ну, вот тут вот просят высказать мнение по поводу книги на мирно спящих аэродромах, это как раз товарищ Солонин её написал, о полном разгроме советской авиации в первые дни войны. Ну, в общем, наверное, косвенно мы уже высказали эту точку зрения, потому что, если вся советская авиация в первые дни была разгромлена, вопрос, кто сбил почти четыре тысячи немецких самолётов. Вы знаете, к сожалению, вот эти вот книжки, вот, значит, Соколова, Солонина, там, Гаврилы Попова, Резуна и так далее, вот даже в руки не хочется брать, потому что они настолько вот мерзопакостны. Тем не менее, они продаются во всех книжных магазинах. Тем не менее, они написаны простым, понятным, доступным языком, и они формируют очень серьёзный слой общественного мнения. И мы сегодня сплошь и рядом сталкиваемся с тем, что... А ладно, взрослые люди, школьники. Школьники живут в этом контексте, и уже в школу пришли учителя, воспитанные на этих книгах, которые преподают детям. Вот именно такую картинную историю. Мне вот одна, кстати, родительница написала, что, по-моему, в Липецкой или Воронежской области у них учитель истории убеждал детей, что мы должны праздновать День Победы, как и всё прогрессивное человечество, 8 мая, понимаете? Я её спрашиваю, а сколько этому учителю лет? Она говорит, ну, где-то примерно около 30. То есть вот оно, новое поколение педагогов, которые уже воспитаны вот в этой, так сказать, европейской парадигме. Отсюда у них точкой отчёта, некой точкой отчёта является вот ценности истории западной цивилизации. И они вот на сравнительном уровне будут таким образом преподавать историю. Кстати, спрашивают про историка Бешанова. Я, к сожалению, не слышал. Не сталкивался тоже. Не сталкивался тоже. Нет, если вот вас интересуют работы там по истории войны, то есть, конечно, целый ряд... А кого бы ты рекомендовал, вот спрашивают. Ну, крупным историком... Да, крупным историком был Самсонов Александр Михайлович. Хотя следует сказать, что всё-таки его работы, они несут себе такой идеологический отпечаток, но с точки зрения фактуры, цифр и так далее, они безупречны вот на тот уровень, на момент написания. Потом Анфилов был такой советский историк. Из современных историков я бы порекомендовал, безусловно, Махмуда Гореева. Это генерал армии. Ой, я его знаю. Да, я его тоже знаю. Он, по-моему, глава Академии военных наук. Ну да, да. Он там, по-моему, возглавляет даже управление, что ли, какое-то военно-историческое, по-моему, управление Министерства обороны. Ему уже за 90 лет. Боевой, кстати, дядь, слушай, он закончил войну, у него, по-моему, семь боевых орденов было. Орден Александра Невского, Красного Знамени, две штуки, там, Отечественной войны, Красной Звезды и так далее. Потом есть молодой историк Алексей Исаев. Я считаю, что из современных историков, вот его работы, причём его работы посвящены всем периодам войны. И Курской, и Сталинградской битве, и Берлинской наступательной операции, в том числе операции «Марс», про которую у нас там столько сейчас лжи нагорожено и так далее, о том, что Жуков был мясником, там положил за зря сотни тысяч наших ребят. Это отдельная тема про операцию «Марс». Я бы ещё рекомендовал книгу Дюкова «За что сражались советские люди». Это крайне полезное чтение. Книга очень жёсткая, очень суровая. Там приводятся реальные документы работы комиссий следственных, документы, которые составляли оперативники СМЕРШа. То есть это то, что творили оккупанты на оккупированных территориях. Это к вопросу о том, что ах-ах, советские солдаты ворвались в Европу, изнасиловали какое-то количество немок. О, это вообще... Даже если это и было, хотя я знаю, что за это солдат расстреливали, сошли, ссылали в лагеря советских солдат. Я тебе больше скажу, Андрюш. Да. Вот послушай, мы когда вышли на государственную границу, Сталин специально, вот у меня, кстати, в книге об этом есть, я специально этот аспект подчеркнул, Сталин специально собирает в Москве расширенное совещание членов военных советов, фронтов, армий, корпусов, дивизий, значит, начальников политуправления и политотделов всех, так сказать, войсковых соединений и частей там до уровня полка. И в ЦК проводится совещание по тому, как мы должны вести себя в Европе. Четкой была установка дана, что советский солдат, это солдат-освободитель, что советская армия, это не армия оккупантов, а армия-освободительниц, жесточайшим образом пресекать все факты мародерства, насилия и так далее, и так далее. Понимаете? И все органы, и политорганы, и в том числе органы военной прокуратуры, и тот же СМЕРШ, и так далее, и особое дело, они были нацелены на борьбу с этими явлениями. Поэтому никакого... Не боролись, кстати, чрезвычайно жестко. Крайне жестко, да. Офицеров, конечно, были. Офицеров, которые прошли с первого дня войны, отправляли в лагеря за грабеж мирного населения. Да, поэтому были, конечно, инциденты, но они, безусловно, не носили такого массового характера, как это было там, где в Германию вступили те же англичане и французы. Ну, в конце концов, знаете, никто мне не может назвать хотя бы одну немецкую деревню, которую советские солдаты полностью сожгли бы с мирными жителями. Загнали бы их, например, в Кирху и сожгли бы. Да. Никто мне не может так сказать... Хотя при этом, заметь, хотя при этом в армии были люди, у которых были уничтожены все семьи, и так далее, и так далее. Понимаешь? Ну, а мы, к сожалению, вынуждены заканчивать. Оставайтесь с нами через минут десять, даже меньше, минут через пять в этой студии снова услышимся. Еще раз добрый вечер всем, кто к нам только что присоединился. Спасибо тем, кто продолжает нас слушать, начиная с предыдущего часа. По-прежнему в студии Андрей Медведев и Евгений Спицын, который с грохотом сейчас передвигает стул с помощью Сергея Корнеевского. Да. И присоединился к нам политический обозреватель ВГТРК, известный в том числе и фронтовой корреспондент Николай Долгачев. Приветствую, Николай. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, зрители. Всех очень рад. Слушайте, здесь слушатели. Да, слушайте. Слушайте, привычка на языке сорвалась. И видео. А, здесь же есть еще и видео. Прекрасно. Значит, привет всем абсолютно слушателям и зрителям. Да. В предыдущем часе говорили мы о первом периоде Великой Отечественной войны. Вопросов, на которые мы не успели ответить, осталось много. Остались возмущенные слушатели, вот опять же, зрители, которые не согласны с тем, что мы рассказывали, что часто бывает. Ну, в общем, это радует. Ну, ради бога, да. Полярность мнений. Абсолютно. Это всегда радует, что нас слушают разные люди. Наверное, тема, которую мы задронем в этом часе, тоже окажется волнительной. Андрюш, я прошу прощения. Я вот, чтобы подвести, как бы, такой общий итог. Никто же не отрицает того, что война нам досталась тяжело. Не случайно говорят, что этот праздник со слезами на глазах. Но самое главное остается незыблемым, что мы войну эту выиграли, что мы сокрушили германский нацизм, что мы страна и народ победители. Вот и все. А дальше можно спорить. Главное, чтобы этот спор был, значит, с аргументами, с фактами, с документами, а не просто так вот бла-бла-бла. Ну да. Собственно, в чем проблема большинства историков, которые сегодня клеймят нашу победу? Ну, она как раз таки, проблема у них состоит в том, что они с документами не работали и в архивах не бывали. В том числе, вот, собственно, Суворов. Да. В этом смысле, он очень политизм. Они заранее ангажированы. Да. Ну, а в этом часе мы попробуем поговорить на другую тему, которую, если кто-то подписан в Фейсбуке на нас, то мог прочесть об этом, о региональном сепаратизме в России. Точнее, даже как могут, как может кому-то показаться мы сейчас о национальном вопросе, вовсе нет. Мы именно о внутрирусском, о российском национальном сепаратизме. То есть, о том, насколько сегодня живуч украинский проект, так называемый, но уже на территории России. Украинский пример, в некотором смысле. Украинский пример. Синдром. Украинский синдром. Ведь, собственно, в чем была проблема так называемого украинства в конце 19-го, начале 20-го века? В том, что часть жителей Южной Руси заявили, что они вовсе не русские, не малорусы, а самые, что ни на есть, украинцы. То есть, совершенно другой народ, этнически не близкий к русским, и по языку они, и конфессионально, и конфессионально. Идейно. Да. И когда, как только имперская власть дала небольшую слабину, тут же, в общем, запустился процесс деструктивный, и вот небольшая кучка сепаратистов захватила власть, и через некоторое время на территориях Южной Руси возникло первое такое квази-государство, которое быстро назвали Украинской Республики. Народная Республика. Народная. УНР, да. УНР, да. Украинская Народная Республика. Кабулай из УНР, Западно-Украинская Народная Республика. Да. Ну, мы можем вспомнить еще и примеры Югославии, которые тоже, конечно, то, что касается работы с идентичностью, это было показательно и в 17-18 веках, в свое время у них там раньше началось. И в 20 веке, особенно, конечно, в процессе развала Югославии, работа с символами, с идентичностью местного населения на Балканах, конечно, велась очевидно активно и привела, в том числе, к тем неприятным последствиям, которые мы наблюдали в 90-е годы, и которые сейчас до сих пор продолжаются. Это дробление, оно ведь не остановилось до сих пор. И Черногория относительно недавно вдруг обнаружила, что Черногория совершенно другой народ, и даже в алфавит ввели для этого две новые буквы. И жители Рашки, так называют, да, это район в самой Сербии, теперь тоже уже говорят, что они вроде бы как бы и не все сербы, а немножко самоопределяются, некоторые из них по-другому. То есть процесс там идет, этот вирус один раз, если организм с ним не смог побороться, то вот история показывает, что этот вирус, он продолжает разъедать общество, и финала этому процессу может быть и не видно в ближайшее время. 533 в начале сообщение слова Вести, и 8903, 170, 63, 63, это наш WhatsApp, Евгений Юрьевич начал что-то говорить. Да, причем он же хорошо управляем этот процесс, и там, если вот посмотреть на ту же Югославию, кто там вот запустил вот этот вирус, да, тот же Ватикар, да, те же немцы, они, кстати, эти немцы играли определенно, я имею в виду в широком смысле Астрицы, и... Ну, германская культурная территория, если так сказать. Да, они же его запустили, этот процесс еще в XIX веке, и вот развал Югославии, сейчас же выясняется, что там вообще первую скрипку в развале Югославии играли отнюдь не американцы, да, а кто немцы, тот же Геншер, да, который вот сейчас недавно скончался, и которого там причисляют к лику выдающиеся деятели там германской и мировой внешней политики. Ну, что вот касается внутрироссийской проблемы, собственно, вот Николай, ты сам из Калининграда, работал ты по всей стране, ну, вот на Кубани, в частности, и в Крыму, да, причем еще когда он был украинским, и когда он уже стал вернуться на... Тоже любопытные процессы, интересно. Да, но вот что касается Калининграда и Кубани, да, у нас есть еще несколько таких точек, где так или иначе подспудно пытаются работать с вот этими региональными сепаратизмом. Есть русский север, да. Да, есть русский север, проект, в который огромные деньги вкладывают норвежцы, ну, я думаю, что, конечно, опосредованно через норвежцев вкладывают другие люди, но тем не менее... Ну, ты имеешь в виду по поморскую историю, да? Поморская история, да. Моя бабушка, кстати, была из помор, тоже любопытный, да, параллель. Ну, если говорить... Вот, кстати, сообщение сразу. Здрасте, у нас в Карелии нет-нет, да увидишь где-нибудь стикер небольшим на столбе «Мы за свободную Карелию». Ну, это тоже любопытный, да, момент. Послушай, Куль, я вот просто, чтобы люди понимали, о чем идет речь. У нас же в 40-м году была создана Карелла-Финская СССР. Прекратила она свою жизнь в 56-м. Да? Вот, предположим, на минутку, чтобы Карелла-Финская СССР дожила бы до 91-го года. Она была бы союзной республикой, а сейчас вполне вероятно, она бы сейчас была бы, извините, как та же Белоруссия, там, Эстония и так далее. Это лишний раз подтверждает всю искусственность, условно говоря, да, вот этого деления на союзные республики, вот той исторической России, которая существовала не одно столетие. Я вот сейчас залез на сайт «Свободная Карелия», freekarelia.org, пожалуйста, работает. Ну, вот, 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 а там Карелла-Финская СССР, в единических Кареллов там 10%. Ну, для всех граждан Карелии написано. В том же Калининграде ни один сайт начинается со слова free, это уже такое вообще место. Ну, а что касается Калининграда, кстати, вот этот балтороссийский, балторусский сепаратизм, он же существует? Вообще, что касается и юга России, и Калининграда России, и севера России, здесь очень любопытна такая штука тоже, чтобы слушатели наши понимали. Дело в том, что, ну, и мое убеждение, и все данные опросов показывают, что реальной широкой поддержки населения, сепаратистские идеи не имеют. Абсолютно. То есть, а Калининград это вообще, это концентрат, на самом деле, России, это люди со всех российских регионов, в основном, 100% русскоязычное население, но при этом в большинстве своем русское, люди потомки народопобедителя, люди потомки тех военных людей, в том числе, которые там приехали. Поэтому реальной поддержки массовой нет, но при этом и политически при этом каких-то групп, которые имели бы горизонтальные связи эффективные, их нет ни в Калининграде, ни в Краснодаре. Это пока. Пока. Но это уже такое. Другое дело, что есть заинтересованные группы активных людей, знаете, с таким своеобразным мышлением, сектантским в некотором смысле, с очень четкими связями горизонтальными между собой, знаете, когда единомысленники друг друга видят, они объединяются, они зачастую занимают очень высокие места, как в 90-е годы на Урале это произошло, да, происходило тоже с созданием Уральской республики. Да, Рокси. И да, и эти люди работают сейчас не в политической плоскости, этой возможности на данный момент нет, да, российская государственность сильна, но эти люди продолжают работать в плоскости культурной, в плоскости символов и смыслов, то, что касается истории, образовательной системы, то, что касается создания памятников и каких-то символных мест в городах, символных элементов просто акций. Вот в Калининграде же попытались, была информация недавно, что хотят восстановить вот этот вот замок. Да, официально сейчас объявлено, причем очень неожиданно для меня на самом деле объявлено, что часть этого замка будет именно восстановлена, как об этом говорят проектировщики, что странно, его просто не существует. Восстанавливать нечего. Ну, то есть фундамент есть, причем фундамент, на который опираться-то нельзя, это фундамент-остаток, да, просто кость. Странно, потому что это как раз является символной вещью такой. Королевский замок всегда был действительно основой, таким зримым величием германской власти, сначала над пруссами, а теперь непонятно над кем он будет. Королевский город, королевский замок, и появление его части. Даже не столько германской власти, сколько власти орденов, рыцарских орденов. Ну, сначала ордена, конечно, да, сначала ордена. Ну, да, столица Тептонского ордена. Конечно, но потом, в конечном счете, там, в 1871 году, когда появилась Германская империя, это такой явный признак пруссорачества, германской идеи. А на чьи деньги будут становиться? А там вот очень любопытная история. Из-за открытых источников, поскольку я в внутренней ситуации, не знаю, из-за открытых источников, говорится, что инвестор инкогнито. Инвестор инкогнито. Да, может быть, даже из той же Германии. Да, бог его знает. Ничего удивительного не будет, если... Вопрос странный, любопытный. Дело в том, что, ну, это еще абсолютно понятно, что в городе, там, в том же Калининграде нужно создавать действительно в центре города архитектуру красивую, что называется, да, понятно, что, наверное, европейского стиля для того, чтобы как-то вписаться в том числе и в еще существующее здание. Но при этом мое убеждение в том, что символьные вещи, те, которые как якоря, как крючки эмоциональные на будущее, там, через 10-20 лет, которые могут как-то сыграть, вот с ними нужно быть очень осторожным, как минимум. Я не говорю о том, что там люди, которые этим занимаются, умышленно это делают. Вот, не факт. Но это все ложится вот в общую канву такой, именно такой работы. Да, сейчас в политической среде это никак не проявится, но на уровне культуры проявляется. Причем вплоть до вполне таких конкретных вещей. Да, если вот мы сейчас бросимся срочно на Кубань, где я прожил несколько лет, вот вспомню такой пример. Вроде бы простая штука, но вот в учебнике кубановедения была написана простая фраза, если я не ошибаюсь, начинался с этого учебника «Моя родина Кубань». И вот на тех детей, которые обучались, это очень своеобразный эффект давал. Вот мой сын, мальчик, который из Калининграда приехал в Краснодар, однажды пришел, в пятом классе, по-моему, учился, однажды пришел с синяком и говорил о том, что... Я спрашиваю, а что случилось? Он говорит, подрались. Я говорю, почему? Потому что я русский. И у меня сразу в голове есть страшная идея о межнациональном конфликте в школе, да? А потом выясняется, что нет, в классе-то все русские. Но все русские, кубанцы. Да, а что случилось? Как? Потому что ты русский. Ну, они после урока сказали, что они кубанские, а я русский. Вот возник конфликт. То есть, а вот отсюда вырастает все вот это. Кто не скачет, тот москальцы. А, мы не знаем, как наше слово зовется, что называется. Вот в этой образовательной среде, да, мы сначала говорим о символах, сначала говорим о названиях. Кенигсберг это или Калининград, мы говорим о Кубани родина, или Россия. А родина ведь только одна, может быть, по большому счету. Ну, там, кстати, вспоминая того же Шолохова, Тихий Дон, там же четко это прослежено, ведь казаки, условно говоря, помнишь, там вот этот знаменитый бойня казаков с хохлами, да, донских, да, или там тех же, это, покосы там в Даурии, да, казаки и крестьяне, лапотники и так далее. Они всегда, это была такая вот как бы, но дело в том, что в царской России это было сословное общество, и они себя определяли во многом не этнической группой, отдельной, грубо говоря, сословной группой. А сейчас любопытное движение, даже в среде тех же кубанских казаков. Но как вообще во все времена, центробежные, центростремительные процессы, они параллельно идут одновременно. И вот в той же, например, казачьей среде есть такой внутренний дискурс, вот мы русские за Великую Россию готовы умереть, или мы все-таки казаки отдельный народ и гать москалей. Вот это до сих пор там на низовом уровне обсуждается вполне в себе. Да, это вполне обсуждается на уровне университетских кафедр. Это вполне обсуждается на уровне историков. В серьезных вузах Юга России, на Дону, на Кубани, да, обсуждается. Мы кто? Да, идет этот поиск псевдоидентичности, который в итоге приводит к тому, что мы-то, конечно, вроде как русские, но мы такие особые русские, которые как бы вот и кубанцы. А желание быть особенным, оно такое, в принципе, естественное и очень заразительное, но и нравится людям быть особенным. Между тем ведь на Украине в 19 веке ровно так и начиналось. Это был интеллектуальный кружок, в который входили филолог и историк Пантелеймон Кулиш, в который входили русские историки. На самом деле масонская ложа была, Костомаров там. Костомаров, да. Ну, они сами нет, но ложа Объединенные Славяне, польская, да, безусловно, стояла. Она была причастна к созданию вот этих кружков интеллектуальных. Ну, да, нет, но там говорят о том, что Кирилл-Мефодьевское братство, оно было по структуре все-таки масонской ложи. Ну, не будем сказать. Ну, ведь все сначала были игры интеллектуалов. Да, это были игры интеллектуалов. Сначала они об этом говорили, что вот мы же вот как бы русские, но мы украинцы русские. Да. Сто лет прошло. Ну, понятно, что в регионах, на окраинах есть и вполне себе, ну, понятно, от чего это идет. Где-то интеллектуалы играют в игры, им это нравится. Где-то очень хочется быть особенным, но действительно ведь это здорово. А где-то есть экономические причины, да, какие-то... А есть общее неприятие Москвы. Вот, есть общее неприятие Москвы. Вот, есть общее неприятие Москвы. Ну, я думаю, что это уже второй, следующий этап. Если вы посмотрите... Ну, сначала, да, хочется больше кушать. А еще есть факторы внешнего влияния, да, если там, мы знаем, и в 16-м, и в 17-м, и в 18-м, и в 19-м, и в 20-м веках и германский мир, и французский мир, и Великая Британия играла в большую игру, и османы играли в большую игру. И понятно, что вот в 21-м веке вдруг, бац, прекратиться это не может. Неизбежно есть товарищи, которые, в кавычках товарищи, да, которые заинтересованы в той или иной концепции, там, изменения ситуации. Понятно, что вот то, что мы говорим, то, что касается символов и идентичности, это игра не вот не на один-два года, это на очень долго. Понятно, что любое государство, и Россия в том числе, то в какой-то момент политически сильнее становится, в какой-то момент политически слабее. И вот это как раз те крючки, которые, когда мы станем чуть слабее, ударят нас в спину обязательно. Безусловно, это выскочит, как вот вирус выскакивает в ослабленном организме, когда падает иммунитет. Потому что ведь нам кажется, что, ну, это всё ничего страшного. Это всё вот... Это игра же. Это игра, это игра. Когда создаётся словарь сибирского языка, да, но это же игра. Так ведь в 19 веке тоже казалось, что когда создаётся словарь, отдельный словарь, малороссийского языка, потом украинского языка, ну, вот назвал его Пантелеймон Кулиш украинским языком. Ну, это что? Это игра интеллектуала. Он больше... Ничего страшного, он ведь просто на этом языке издаёт журнал, у которого, ну, всего-то тысяча подписчиков. Здесь вопрос... Так я тебе больше скажу. Слушай, тот же Кулиш, он говорил о том, что я создавал свою Кулишовку, когда в нашей интеллигентской среде было принято облегчить, так сказать, образование простому народу. И вот, дескать, я создал близкий к разговорному... Письменный язык. С которым мы пошли бы в массы малороссийского крестьянства. Но когда поляки-то стали на этом активно играть, и не только поляки, и те же австрияки, он же в письме тому же профессору Львовского университета, Головацкому, он же написал, что я первый подниму знамя русского единства, потому что сейчас моя выдумка, выдумка стала знаменем политической борьбы против Москвы. Ну, как лучше получилось, как всегда, что называется, такая история тоже возможна. Да, да, да. Это вот, кстати, к истории вот того же сибирского языка и всего прочего. Вот эти интеллектуальные, кстати, игры профессорские, они ведь потом приводят к большой крови. И вот это надо людям показывать. Потому что они становятся базисом. Потому что они становятся базисом для изменения идентичности небольшой прослойки населения, но активной, максимально активной. Вот в чём проблема. Мы же знаем, что на Украине произошло, в том числе вот сейчас, в эти годы, два года назад, яркий пример, националистические силы как перевернули страну. При этом, бац, проходят выборы в Раду, а реальный правовой сектор получает сколько там поддержки? Полтора процента. То есть реально, при том, что огромная масса населения, основная масса населения на это смотрит вообще с удивлением, реально политику ворочает очень небольшая группа активно заряженных людей. Ну, это всегда было. То, что касается сепаратизма регионального, это то же самое. Сейчас, если мы посмотрим, кто люди, которые так или иначе создаются эти интеллектуальные кружки сейчас, то это люди будут обязательно из сферы образования очень неглупые люди, образованные. Это будут историки, это будут архитекторы, это люди, которые знают... Филологи. Филологи, культурологи. Это люди, которые знают и умеют работать с символами, работать со смыслами, да, и с материальными зданиями, и со словом в том числе. Потому что, да, здесь же работает, смотри, византийское максимум. Что такое народ? Народ. Да, это общность, объединённая общим языком и общей историей. Ну, это и римское максимум. И верой. И верой. Да. Значит, а что у нас получается? Если у нас получается, а, собственно, на основании... Любой филолог скажет, что создать язык на основании диалекта вообще не проблема. Конечно. Ведь у нас есть словарь, например, там, Смоленского говора, словарь Поморского говора, словарь, не знаю, Сибирского говора. Конечно. У нас есть оконья, аконья, у нас есть шоконья и чоконья. Пожалуйста, вводим кодификацию, да, особую. Ну, берём буквы сербского языка. Вводим кодификацию. Называем это не говором и языком и определяем себя как особый народ. Например... Как с черногорским произошло. Вот несколько лет назад... Это нет никакого черногорского языка. Это я тебе могу сказать, как человек, который говорит по-сербски. Более того, что нет никакого боснийского языка. Это, собственно... Но при этом они... Тот же самый язык. При этом они это пропагандируют, проповедуют и формализовали уже сейчас нынешний черногорский алфавит кириллористический. Латиница, извиняюсь, да. Он имеет некие новые буквы, которых в стандартном сербском нет. Но так больше того написана отдельная история Черногории, которая никак не связана с историей Сербии. Так вот об этом речь. Вот ты говоришь, Кубановидение. А потом получится учебник истории Кубани. А вообще не попадает сейчас под закон? Так есть, по-тихому. У нас же есть закон, который запрещает наказывать за сепаратизм. Или это слишком слабо? Нет, ну это же не в открытых. Это же не в открытых. Культурология и работа... Ну, понимаете, появился там Королевский замок в Калининграде. Ну, называется там каждый второй магазин Кенигсбергская что-нибудь. Это же как бы... Ну, при чем здесь сепаратизм? Это сильно... Мне тоже Николай... Николай, ну что вы к истории нашего города так относитесь? Это же наш город, это же вот... Ну, что вы... О чем вы говорите? Я говорю о том, что это работа с символами, это работа со словом, которое потом отзовется обязательно и неизбежно. Вот проводятся в сибирских университетах, да, в Омске, в Томске, в Новосибирске, в Красноярске, такие небольшие научные конференции, да, в которых активную роль играет вот такая региональная элита 90-х годов, сейчас исключенная из жизни по ряду причин. Да, и проводятся научно-практические конференции, какие-то обсуждения, коллоквиумы даже небольшие, на 15-20 человек, обучают это все освещение в семье. О самодостаточности, экономической самодостаточности конкретно этого региона, или вообще Сибири западной или восточной, да? Но, опять же, это повторение конца 80-х, когда мы Украина, мы кормим весь Советский Союз, мы сейчас одеемся и будем счастливы в этом пузыре. Сибири матли кататься, да. Там же главный, поскольку первое, вот поминай. Игорь Юрьевич говорит, что проводятся эти мероприятия, они получают поддержку в СМИ, их освещают, об этом говорят, проходит маленькая заметочка, там маленькая заметочка, здесь коротенький репортажик, но из этого и из всего, как из мозаики, складывается картина, которую близко, может быть, и не видно. А если посмотреть масштабно от края до края, то везде, везде, везде есть такие вот небольшие группы. Да, они очень маленькие, но они очень активные. И есть люди, которые совершенно всерьез говорят, вот человек нам пишет с возмущением, про Кубань бред говорите, нет тут национализма и близко, не пахнет им здесь даже. Но буквально на днях общался в социальной сети с дамой, которая меня убеждала, что кубанская идентичность это абсолютно отдельная история, что кубанские казаки вообще к русским не имеют отношения. Да, я таких историй много слышал. И рано или поздно, да, как-то определяться придется. Ну, этому товарищу я могу сказать все равно, все-таки, ну, в чем-то право. Здесь дело в том, что когда нам говорят, что, ну, не говорите о сепаратизме, массового не поддерживаются. Это правда массово, он не поддерживает абсолютно. Не поддерживает, конечно. А массово надо. Вот нам с Украины пишет человек, судя по номеру, полтора процента правого сектора, это полмиллиона избирателей. Вполне хватит затеять бучу. И хватило. Поэтому не превышайте опасность малых процентов. Вот, абсолютно право. Это правда. Здесь то, о чем человек пишет, правда, здесь не всегда количество, иногда активность важна. Когда большевики в 17-м году влезли в революцию, их было всего сколько? 20 тысяч. Да? В всей стране. Что такое на страну с населением... Больше 100 миллионов. ...170 миллионов. Тогда, ну, в России около 170 миллионов. Что такое 20 тысяч? Вообще ничто. И что потом? А потом они взяли... Какие идеи они предложили? Так самое-то интересное, что они не просто взяли власть, а они победили в гражданской войне. Понимаешь? И потом они эту власть удержали. Вот о чем речь-то. Так что не надо вот, значит, придавать значение малому количеству вот этих вот людей, которые являются носителями этой идеологии или этих... Достаточно это потом запустить буквально вот в общественное сознание через те же публикации. Условно говоря, там, организацию каких-то телешоу, организацию каких-то эфиров и так далее, и так далее. Это, как говорили марксисты, да, идея владевает массами. Но вот когда корреспондент влиятельной либеральной радиостанции летит специально во Владивосток, специально, чтобы встретиться с преподавателем Дальневосточного федерального университета и записать интервью на тему, была ли экономически состоятельной Дальневосточная республика, которая существовала до 21-го года, которая потом... Красноарменицам в ДВР. В ДВР, в Дальневосточной республике. А для меня это довольно симптоматично. Для меня это довольно симптоматичная вещь, потому что... Ну, слушайте, это же экономика. То есть, не жалко потратить деньги на билеты, долететь. Значит, нужно походить, посмотреть и не просто поговорить с преподавателем, а ещё понять, чем дышит местная молодёжь и чем дышит местная интеллектуальная элита. Мы сейчас прервёмся на новости. 5533 в начале сообщения слова Вести. 8-903-170-63-63. Это наш WhatsApp. Продолжаем наш разговор о опасности регионального сепаратизма в России. Вот хорошее сообщение пришло по поводу процентов, что если даже небольшая прослойка интеллектуалов поддерживает какие-то сепаратистские идеи, то вот это не так уж не опасно, как выглядит, на первый взгляд. А так называемые жалкие полтора миллиона процентов это целый город националистов. В Одессе, чтобы заставить молчать миллион человек, хватило несколько сотен. Да. Да, это так. Вот тоже сообщение. В прошлом году на Кубани потратили миллиард рублей на казаков, а вы говорите самоидентичность. Да. Нет, ну при этом я бы не считал движение казаков и казачество как таковое неким, очевидно, негативным фактором. Нет, совсем там... Нет, вопрос в том, как его используют. Там еще внутри казачьи, что есть. Там внутри свои движения. Есть действительно люди-казаки, которые за Великую Россию готовы умереть. Но дискуссия внутри продолжается, и как это развернется, бог его знает, это будет зависеть от очень многих факторов, в том числе о том, будем ли мы и государство замечать эти процессы, смотреть на них. И там, кстати, идет у них водораздел. Я вот тут смотрел передачу на Царьграде. Ну, условно говоря, как раньше, между реестровыми казаками и голодьбой, то есть теми, кто, да, на государевом курсе, знаешь, как раньше были, да, и те, кто сами по себе, понимаешь? При этом одни презирают других, говорят, что это ряженые казаки. Я вам расскажу насчет идентичности и легкости ее изменения на 180 градусов как раз истории с Кубани. Мы снимали репортаж о станице, которая вошла в Черносотины, в Чернодосочное в свое время, извиняюсь, да, оговорочка по фейду. Чернодосочное, да. И, значит, во время борьбы с раскулачиванием и борьбы вот за этот урожай, там, в 30-е годы ее полностью выселили. Значит, мы приехали общаться с местными жителями, потомками, вот как бы выселенных. Ну, понятно, да. Потомков выселенных там несколько семей, те, которые потом вернулись через 20-30 лет, вот несколько семей. А при этом по городу идет марш казаков в, значит, в Черкесске с газырями. И вот с бабушкой, которая внучка выселенных, помнит, как бы вот там в детстве она была маленькая. И мы спрашиваем, ну, вот возродилось же, слава богу, да, все нормально же, все вернулись. Она говорит, как вернулись? Да, говорит, это же внуки тех ребят, которые нас выселили и в наши дома поселились. Вот, ну, это вопрос того, как идентичность меняется достаточно быстро. Это как, знаете, как русские неофашисты, которые внуки победителей, дедушек, которые писали на Рейхстаге, нет, свои имена, как на Украине то же самое произошло. Очень любопытно, да. На 180 градусов переворачиваться, это, слава богу, если это не идет во вред, а это же может пойти как угодно, в этом очень высокий потенциал конфликтности такой серьезный. Или это как в Калининграде люди, которые могут бороться за возрождение тех символов, которые их дедушки бы с зубовным скрежетом с удовольствием разбивали, условно говоря. Ну, прости, а как в Санкт-Петербурге есть небольшая группа людей, которые готовы объявить весь северо-запад России свободной Ингерманландией. Да. Да, и это всерьез обсуждается, вот эта вся хинея, она бродит в каких-то головах. Между прочим, у одного из этих сообществ, свободной Ингрия, у него больше 10 тысяч подписчиков. 10 тысяч подписчиков, понимаете, да. Мы все вроде говорим, да нет, это не страшно, да нет, ну, слушайте, ну, что это, ну, это игры интеллектуалов. 10 тысяч человек все время разминают одну и ту же идею. Они всерьез говорят о том, а как можно жить, а как можно отделиться, а как можно выстроить экономику, а кому мы, с кем мы быстренько начнем взаимодействовать. Понимаете, более того, ведь исторические корни, ну, скажем, вот уже Смоленской области, да, они ведь действительно лежат на стыке трех государств. Польша, Россия и Великого княжества Литовского. Да, это исторические земли Руси, но так получилось, да, вот они все время там три... Всегда пограничили. Три войны за Смоленск были, да, одна из них там во время смутного, в смутное время. А сочинить идентичность, особую Смоленскую, легко. Ну, тут идентичность можно сочинить любую, начиная от Москвы, от московской идентичности, и вообще, что там за Садовым кольцом, и ничего не знаем. Ну, это вот, кстати, к вопросу... Заканчиваем любой другой, абсолютно. Да, но вот, кстати, к вопросу, знаешь, еще какому? Я вот все время думаю, тут вот... Дело в том, что у нас существует федерация, тут вопрос о том, какая у нас федерация, это первое. И второе, это вопрос, вообще есть юриспруденция, такое понятие, как форма государственного устройства. И обычно, значит, есть унитарные государства, есть федеративные государства. Если у нас федеративные государства, тогда давайте делать настоящую федерацию, чтобы не потраплять вот этим сепаратическим настроением, но в то же время, чтобы было жесткое исследование законов. Если мы не хотим этого делать, давайте тогда делать унитарное государство с единым губернским делением. Так, как была царская Россия, да? То есть, не должна быть республика, да? Ну, это путь, например, которым пошла Франция, в которую вообще нет никаких национальностей, кроме французов, хотя там есть, безусловно, и бретонцы, корсиканцы, и совойцы, это вообще другие национальности. Причем исторически надо понимать то, что та же Бургундия, Шампань, там, Аквитания и Париж, они там пролито было крови между ними в процессе, так сказать. Собственно, босконские провинции во Франции, это те же самые, что босконские в Испании, это другая идентичность. А каталанские провинции... При этом Европа постепенно идет к общеевропейской идентичности, да? Здесь вопрос политической воли, к чему стремиться. В России долгое время, ну, в 90-е годы так точно, разговоры об идентичности общей вообще не велись, вообще не велись совсем. Разговоры об идентичности вели как раз вот эти группы людей, которые говорили о неких идентичностях своих, своеобразных местных. Было очень популярно писать про это статьи, научные монографии, еще что-нибудь, вплоть до, даже высасывать из пальца, вот как ты говоришь, в любых регионах абсолютно, где-нибудь в Брянской области могли написать монографию на тему брянской идентичности, какие же мы особенно интересны. Или в Калининграде это вообще было общим местом, если преподаватель по истории в университете или по философии не писал что-нибудь на эту тему, то как бы вот непонятно, что он работает. А такая вакханалия вообще в 90-е везде происходила. Еще раз напомню, 20 лет назад, с небольшими, 24 года назад, словосочетание «Сибирская республика» было частью публичного политического пространства в нашей стране. Прошу прощения, и Уральская республика. Уральская республика. Уральская, да-да-да. Уральская республика. Уральская республика. В 90-е годы Ельцин с кем заигрывал-то? С Шаймиевым, да, в Татарстане? Какие преференции были даны Татарстану, лишь бы, значит, там... Ну, другое дело, что Шаймиев понимал прекрасно, что Татарстан, зажатый со всех сторон другими республиками, никуда не денется. Но как человек исключительно гибкий и хитрый, он использовал все это действительно на пользу Татарстану. На пользу Татарстану, да. Посмотрите, ведь в Татарстане позднее всего прошла приватизация. Он не дал раздербанить республиканскую промышленность. И сегодня по темпам развития Татарстан... Промышленного роста отходит пятерку, да-да. Да, безусловно. Если мы посмотрим на карту, допустим, внутренней трудовой миграции, то Казань является одним из центров трудовой миграции внутри страны, потому что в Казань едут на заработки. Да, но это в том числе постепенно лишает Казань сепаратистского, скажем так, потенциала, потому что едут со всей страны. Ну, там он другой. Там сейчас, в общем, есть исландский фактор, который не менее опасный. Но мы сейчас говорим, собственно, не про национальные, а про русские. Андрюша, ты обрати внимание, вот мы все время смеялись, там, советский народ и так далее. А вот каким образом, да, большевикам удалось достаточно короткий исторический период, как бы мы там ни говорили, а была же создана все-таки общность советский народ. И люди себя ассоциировали, когда нас называли там советский народ, ли советский, мы там и так далее, и так далее. У меня не было ведь отторжения. Было понятно. При этом мы... Знаете, как у Югославов тоже со временем. При этом у нас, извините меня, в паспорте было написано, что я русский, там кто-то украинец и так далее, и так далее. Но при этом... Пятая графа. Да. Пятая графа, которую потом убрали, и всех стали лепить россиян. На самом деле, что произошло? Из нас-то россиян не слепили, но по большому счету, да? Но граждане России, может быть. Но вот это вот россиянин, оно как бы... Потому что человек... Вот я, я русский человек, да? Но при этом я признаю право там на то, что таким же равноправным жителем России исторически являются и татарин, и башкир, там, условно говоря, и якута, и так далее, и так далее. Но здесь мы говорим... Вы говорите об и национальном вопросе, да? С одной стороны. А с другой стороны, здесь действительно получается так, что у нас общегосударственного некого... Такой работы на общую идентичность, ну, может быть, не всем видно, как минимум. Да, и на этом можно сыграть, на этом и играют. Плюс экономические особенности, плюс просто льют бальзам на желание быть, выделиться, быть особенным. Нет, на желание быть особенным. Быть особенным. И в этом смысле, конечно, система координат, которая таким образом создаётся, она ведь чрезвычайно примитивная. Это в чистом виде калька с украинской модели, где всё объясняется, вот, знаете, как, вот, мы почему плохо живём? Потому что москали. А если что? А если мы сейчас москаляку-нагеляку, тогда что? А тогда мы лучше заживём. В том числе потому, что всегда движущая сила революции при большевиках и на Украине, и в Югославии, и потенциально везде, это, ну, грубо сказать, люди, которые как-то не состоялись, но которые хотели бы что-то, чего-то большего. А что касается общей идентичности, вот, извините, да, можно иронизировать по поводу Советского Союза, можно говорить, что это был неудачный проект, но тогда, простите, а вот, ведь огромное количество, скажем, армян стало героями Советского Союза, осетин, я про национальные, да? Да-да-да. А сколько киргизов стало и казахов героями Советского Союза? Они ведь воевали. Где их дом? А где был фронт? Но ведь они воевали за эту общую идею. Значит, это была какая-то идея, которая делала их частью вот этого общего, идеологического и смыслового пространства, где они не могли не воевать, где они не могли поступить иначе. Поэтому, а вот то, о чём ты, Коль, говоришь, я абсолютно согласен. Сейчас вот хорошо возник бессмертный полк. Это очень сильная, кстати, да, такая линия. Потому что, да, люди, видите, от Ленинграда до Камчатки выходят, потому что чувствуют себя частью вот этого общего пространства. Я абсолютно уверен, что это было и раньше, и никуда это ощущение общности не исчезало. Ну да-да, в глубинах народной памяти. И сейчас, даже несмотря на границы, люди чувствуют себя частью общего. Здесь другое дело, насколько активны какие-то культурологические группы, да, вот эти интеллектуальные кружки, насколько активно действуют или противодействуют государственные структуры разных стран, да, и играют на этом поле, что называется. Теперь просто в 20 веке произошла такая штука, которая сейчас просто на новый уровень выходит. 20 век стал войной идеологии. И сейчас, фактически, эта война такая идейная, информационная, это война идентичности, скажем так, да, то есть, оказалось, в Югославии показалось, что, оказывается, государство можно уничтожить, развалить и расчленить не бомбардировками, а идеями. Да, сейчас мы приобретемся на новости, на новости 5533 в начале сообщения «Слава Вести» и 8903-170-63-63, это наш WhatsApp. Да, продолжаем наш разговор об угрозе региональных сепаратизмов и о том, вообще, стоит ли её воспринимать всерьёз. Сейчас, пожалуй, сообщение, которое я могу номинировать как лучшее сообщение сегодняшнего дня, сегодняшнего вечера. Олеж нам написал, хватит рассказывать сказки, это русский язык произошёл от украинского, а не наоборот. Олеж, я вам больше скажу, когда древние протоукры, о чём писал ещё польский историк Тадеушчатский, прикочевали с Среднего Урала в Поднепровье, там вообще не было никого, ни варягов, ничего. То есть, всё, что там возникло, это совершили древние протоукры, это вообще особое племя. Ну, хотя бы, наверное, судя по тому, что вы написали, вы это знаете и без меня. Но вот шутки-шутки. Шутки-шутки, они смеялись, посмеялись, а тем не менее. Исторический культурологический процесс, который когда-то начался, когда-то начал бродить в каких-то головах и дошёл до абсурда. Причём, вот если не перебью, Тадеушчатского воспринимали тогда академические учёные, ну, как академика Фоменко сегодня, да, так всего теория про то, что Христос это был древний русский царь такой. Некое безумие, но тем не менее, оно же постепенно перешло в политическую плоскость, и мы видим это на исторических примерах везде, и на Балканах, и в истории Германской империи, там, когда у них были разного рода движения, и Украина вот последних лет, и XX века в том числе, и говорить о том, что вот эти культурологические игры в некие слова, в некие символы, это просто так, это вот для туристов поиграться, это просто, чтобы было весело и смешно, не нужно заблуждаться, это всегда неизбежно перейдёт в политическую плоскость, как только будет такая возможность у тех сил, которые это делают. И это, причём, это может быть не обязательно некий план, скажем так, каких-то кукловодов, это абсолютно понятное внутреннее желание. Не стоит забывать, что у местных элит есть какие-то свои амбиции, которые могут быть реализованы с помощью этих интеллектуров. Если будет такая возможность, то в политическую плоскость перейдёт. Коль, смотри, вот просто берём вот ту же украинскую идею, да, когда она зарождается, да, это вот конец 18-го, начало 19-го века, история русов. Вот на протяжении 19-го века идёт вот это как бы накопление... Крышки, да, студенческие крышки, городские граммады. Вот интеллектуалы сидят внутри этой идеи. 18-го октября 1905-го года, бах, манифест государя-императора дарует политические свободы подданным российской короной, и как грибы после дождя возникают. Десятки, а потом и сотни политических партий, но историки говорят, что порядка 170 политических партий, и из них два десятка партий на Украине. Берём тех же, например, там эсеров, да, Рогулей там, которые потом составили базу, основу той самой Украинской Народной Республики, да, которые первоначально вели переговоры лишь о признании некой автономии Украины в составе Российской Республики. Ещё даже не Украина, а как Малороссия, вот-вот. Да, нет, там уже Украина шла. Поэтому мы говорим о региональном. А возьми того же Михновского. Николай Михновского, это наиболее яркий представитель вот этого звероподобного украинства. В 1905-1906 году создаётся его Украинская Народная Партия, и тут же рождается на свет знаменитый манифест «Десять заповедей украинцев». Там вот вся Бандеровичина... Не бери себе жену из молодцев, не говори языком чужака. Все люди твои братья, кроме поляков, жёстков, скажи, венгров, да, да, да. Вообще всех, кроме кто живёт вокруг. Вот, 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 кстати, правильно, абсолютно. Вот это знаменитый, да. А потом, как бы, венцом всего это стало вот эта знаменитая книга Донцова «Национализм», которая вышла в 1926 году. Ведь там главная идея-то какая? Вот если её многие не читали, слышать, может быть, и слышали, а читать не читали. Ведь там главная идея... Может, и к лучшему? Послушайте. Да нет, ну, слушай, там главная идея. Вот просто квинтэссенция украинства. Пока существует Московская Азиатская империя, счастья нам, украинцам, не будет. Поэтому наша главная задача – эту империю развалить. Вот они всё не как это. Вот они сейчас, они пужатся, тужатся и так далее. А в результате... Мы приходим к тому, что в конечном счёте любой региональный сепаратизм, который может организовываться на территории России, он всегда будет анти... Не просто не русским или каким-то особенным, он всегда будет антирусским, он всегда будет антироссийским. Да, антигосударственным он будет по своей сути. То есть будет ли это поиск какой-то новой русской идентичности, но даже если эта идентичность находится, не знаю, там, сибирская, поморская, она будет базироваться на том, что в Москве тот самый режим, который, значит, их мучает... Мало того, мучил все предыдущие тысячи лет. Начиная с древних протоколов. И ведь вот какая штука интересная. Что касается... Вот ты упомянул Михновского, Жень. Михновский в 902-903 году, когда он начал свою партийную деятельность, он считался маргиналом. Абсолютно. Он считался... То есть он был неприемлемым. Его не вынимали. Да, в приличном обществе, даже среди тех вот деятелей громадских активистов украинских, он считался неприличным человеком. После манифеста, после создания Государственной Думы и так далее, эти идеи находят легальную лазейку, и эти идеи на государственном уровне начинают распространяться. Возникают журналы, возникают газеты, где вот это вот всё людоедство печатается. Это издаётся в столице, между прочим. Потому что тоже, да, и та же история 20-го, опять же, века показала, и 17-го в своё время, когда, если вы помните, поляки до Москвы дошли, показала, что если есть ощущение общности, какие бы части государства не были оккупированы, всё равно стремление к воссоединению сохраняется. И только когда ощущение общности пропадает, даже если границы формальные некую территорию ограничивают, если ощущение общности пропадает, то всё разваливается. В общем, вопрос. Это, знаете, империя Александра Македонского держалась на оружии, да, ну, продержалась там несколько лет, одно, там, два поколения, да, по большому счёту, и всё, и разваливалось, потому что ощущения общности не было. У нас сейчас фактически мы держимся не потому, что есть, не знаю, религиозная организация пронизывающая, ну, нет, ну, по большому счёту у нас в этом смысле много раз. Мы сидим на идентичности, мы единая общность, потому что мы так считаем. Самоопределение только, по большому счёту. И любая атака на это самоопределение, любой реальный росток сепаратизма, это фактически атака на нашу общность, на наше государство, на наше национальное... Ну, в будущем Вильнюсе, где заседали недавно наши лидеры несистемные оппозиции, совершенно прямо говорилось о том, что Россию надо разделить на несколько более управляемых частей... Более успешных, обычно говорят, чтобы девушкой атакой были уютны, при этом Сибири отдать американцам, потому что Кандализа, Райс там и Матлен Олбрайд приписывает эти слова. Ну, это не факт, там, сказал, не сказал, это уже отдельные песни. Здесь вопрос в том, что всё равно в конечном счёте пытаются обывателю продать такую идею, что вот посмотрите, Швейцария небольшое государство, прекрасно, воевать за них никто не хочет, и живут хорошо. Замечательно, давайте возьмём вот эту модель. И постепенно, тем самым, здесь вопрос в разрушении ощущения большого единого организма, и, конечно, вот это то, о чём ты говорил, бессмертный полк, например, ну, это как просто, не знаю, иголка под ногой тем товарищам, которые хотели бы развалить. Поэтому они действуют. Это видно, что действительно все народные силы имеют потребности, ощущения в общности. Это я буквально одну, да, вот послушай, вот какой есть антидот, условно говоря, да, противоядие. Надо всегда, вот исторически даже книжку там выпустить, да, уроки сепаратизма, даже на примере там России, да, они всегда чреваты кровью. И в конце концов, все сепаратисты, всё возвращается на круги своя, но через что? Через кровь, страдания, значит, разрушения и так далее, и так далее. Тогда стоят эти идеи того, чтобы, условно говоря, ради вот этих бредовых идей сотни, тысячи, а может быть, десятки, сотни тысяч людей гибли. Вот ещё о чём идёт речь. У нас, к сожалению, об этом не говорят, а примеров такого рода полным. Полно и не только в нашей истории, в той же истории, например, Европы там и Азии, понимаешь? Вот о чём. Европа же пришла к тому, чтобы выстраивать некую общность, которая больше даже там государственных национальных границ. В принципе, почему в России должно быть иначе странно? Мы, наоборот, должны вырастать за свои национальные границы, объединяться, дружить со всеми. И любовь и дружба должны победить в этом смысле. А знаете, какая интересная штука? Вот так называемое сибирское областничество, ну, это же, в общем, было бы российское движение интеллектуальное, а было сибирское областничество. А знаете, когда оно вот так вот вспыхнуло ярко? Вот в Польше началось восстание в 1863 году, и сибирские областники прям вот синхронно заявили о том, что, значит, Сибирь должна быть свободна, потому что она является, дескать, колонией России. А ты не забывай, что крестьяне туда в основном двинулись после Столыпинской реформы, а тогда Сибирь в основном населяли именно ссыльные, каторжане, их потомки и так далее. Да, 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 первого восстания 1831 года, и там и декабристы там, и так далее, и так далее, и так далее. Да, ну, а мы вынуждены заканчивать, к сожалению. В гостях у нас был Евгений Спицын, Николай Долгачёв. Это был «Медвежий угол». Спасибо всем, кто нас слушал. Услышимся в пятницу. Обещаю очень интересного гостя. До свидания. Спасибо. Медвежий угол С Андреем Медведевым